С вами снова Вечерний Покер, программа для любителей флэш-роялей и каре, и сегодня за награду поборется Александр Шмурнов, российский спортивный журналист и радиоведущий Молодая, талантливая актриса и игрок в покер Екатерина Щербакова Тореограф, актер, танцор Евгений Попунаишвили Российский покерист, живущий в Мексике, обладатель кольца в СОП Федор Лорем Трунцев Главный по тарелочкам на канале Муз-ТВ Ян Кухальский Программист на фрилансе, киберспортсмен Иван Щетина Запасайтесь попкорном, мы начинаем! Вечерний Покер Начинается Я уже проигрываю, я больше всех потратил уже Знакомое чувство Присоединяюсь к Яне, отличного настроения желаю телезрителям Ну и давайте смотреть, я думаю, сегодня огненная будет игра Потому что состав здесь под стать У нас всегда классные составы, но я наслышан, как любит резко и агрессивно играть Александр Шмурнов Евгения Попунаишвили я видел в игре в покер еще лет 12 назад И он тоже очень интересно действовал Ну, чуть не сказал Федор Хольц Федя Трунцев, можно сказать, легенда нашего покера Что-то душит сразу Кать, что с пульсом? Я сама переживаю Слушайте, давайте отвернем этот датчик Может, браслет с ним? Я сразу активно включился, постараюсь не перебивать игроков Посмотрите, Александр Шмурнов подтверждает наши ожидания Федор, давай догоняй меня То есть был кол от Яна, доставил с малого блайнда Федор И на большом блайде Александр Шмурнов сыграл сквиз 1600 с рукой дамы 4 разномастные Интересно И такой флоп сразу же сет с флопа у Федора, но флэш-дроу Александра Овербет ставит Александр Ну, Яна, разумеется, здесь за гадшотом не пойдет Ну, Федя будет играть просто кол, потому что овербет У Александра здесь могут быть руки типа Туз король червей, туз дама червей Могут быть два туза, два короля С червой Ну, я думаю, здесь тоже кол нажмет Федя Хорошо Тридцать одна тысяча в банке в первой раздаче на уровне 200-400 Вы танцуете сейчас? Локтями Нет Слышите, как дрожит голос у Феди, пульс 142 10-200 Да, 10-200 Ну, здесь простое решение будет у Федора, просто кол, я думаю, нет добора Так, начнем сразу Подвиньте мне карту, пожалуйста А, вы добираете? Да, 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 пожалуйста Сразу же использует карточку, чтобы увидеть карту соперника И это дама червей Ну, тут просто кол Да, это частный случай Кол Кол Показывайте, которую ты Но, здесь ставка небольшая Ну, ладно Я так себе достал карту, если честно Ничего себе А подождите, а должен же показать Ну, да Не обязан Я просто сказал, да Ну, да, мы червей, могли быть туздама червей И король дамы, даже разномастный с червой Судя вообще А кто делает кол Он не должен первый показать? Он должен первый, но если он сдается Ну, я просто сказал А, все, все, я понял Я просто уточните Я просто тоже не обязан показывать тогда, в принципе А, тоже мог, да? Да, если первый игрок сдался, то второй может просто не показывать Александр Ну, прям Рок-н-ролл просто Можно представить, какой у меня был пульс Пульс на сейфор Ну, в сет попал, конечно Но доска такая Держался Страшненькая Да, доска страшненькая, да Александр Иванович сразу дал жару Ну, и вот Батрас Тегиев мне про это говорил Говорил В общем, много ребят из Спортивной журналистики Я выбил у фаворита Покажи карту Мне первый раз дать Молодец Что Александр Шмурнов играет очень резко И сразу такой огонь Все пас? Да Рейс Рейс тысячу Не любит наш известнейший комментатор пропускать раздачи, как мы видим Чек Чек Опа А Екатерина И делает ставку На большом блайнде Похоже, она тоже Девушка агрессивная Ну, в покерном плане Вряд ли у кого-то туз был Есть ощущения, да Не думаю Правильно Правильно Нужно Да А О 2400 Пожалуйста Евгений правильно прочел ситуацию Туза Ни у кого не было Но мы решили утвердить вот тот эксперимент, который у нас был в актерском составе Теперь перед игроками стоит большой монитор, на котором они тоже все видят пульс друг друга И вот именно это обсуждают сходу участники Действительно, у Екатерины 130 баллов Волнуется Пас Пас Наша Талантливая Актриса Молодая, талантливая Ну, молодая По возрасту вы это прекрасно сами видите Молодая актриса Поскольку Екатерина Тоже, как я понимаю, не так Давно Но У него все больше работы И Именно то, что я видел Лично мне очень нравится Хоть Это Мое мнение Вряд ли кому-то здесь интересно Так Ну, Федя разошелся сразу Решил показывать, кто здесь профессионал Ну что, расскажи, какой у тебя сегодня настроен на игру Главное не вылететь сразу Единственная вот такая вот мысль Что вылетать не хочется Пришли посидеть, поболтать Как бы пошутить Я думал, ну сейчас приду Начну шутить Прям сходу Садимся, короче, в гримерку Там вот И прям такое Гробовое молчание Мертвое Я такой Кажется, что-то не получится У меня шутить Потому что люди взрослые Там вот Шмурнов, например Прям вообще дядя такой Ну вот как бы он еще Легенда Я футбол смотрю часто И вот он Сидит И мне прям вот так Зажался в кресло Так, пожалуйста Не бейте Только пожалуйста Но в целом Надеюсь Раскачаемся Там второй Третий Часик Там сказали Алкоголь В перерыве будет Ну конечно Будет Как без алкоголя Кто твой Самый главный Сегодняшний противник За столом Я думаю Что сателитчик Потому что Ну человек Скорее всего Сколько ты в покер Сыграл Когда-то Да То есть остальные Непонятно Поэтому я думаю Что сателитчик Самый главный Мой противник Что-то вы вот В ту сторону Как-то очень Мне кажется Неплохо сдаете Все так Все так Ну да Просто да Ну вот Все это Первый раз датчик Конечно Да Безобразие Двести четыре Да конечно Как скажете Кстати Федор Ну если у нас есть Не Яркие поклонники Покера Могут не знать Он давно уже Живет в Мексике Оттуда Проводят Свои легендарные Стримы Самая большая Аудитория Именно при показе Живого покера В интернете У Федора Ларема Такой у него ник И сейчас Федор просто К проездам Оказался В Москве Ну Садержаться должен Долго Ну и сам С удовольствием Заглянул к нам А так из Мексики Его не вытащить Да Нельзя Фрезову Куда же На первую раздачу Поиграть Так это же наоборот Круто Я знаю А лимпер раздача Такой Ну точно Хорошая Точно хорошая Ну тем не менее Человек устоит По глупости И все Не ну я играл же По То что вы же Заходите Лимпами Ну что ж мне Я открылся Потом у меня Три червы Ну я ставлю Либо вас выбить Либо докупить себе За деньги За хорошие Ну что Ну стояли Ну хорошо Хороший Кот Против дамы червей Не стал я Перебивать Александра А тем временем Интересная раздача Флэшдро у Ивана Две пары С флопа у Яна 10 из 30 Терпимо Ну да Если я даже проиграл бы У меня 1075 оставалось Ребята Здесь вообще Жара Хватит Бубнить На ривере фулл хаус Собирает Ян Здесь какое творится Это ваш чек? Не 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 20 20 Ну и увесистая ставка Агент директора Медиа 1 Это Группа компаний Куда входит Муз ТВ Канал Дисней Телеканал Ю Здесь Иван Ничего сделать не может Семерки Пара семерок Я чувствую Думаю нет Профессионально Считываю Карты Очевидно Там был король туз А здесь Пара семерок Правда? Потом трансляцию посмотрим Ну руку Миша Постучи по сцене Если что По голове постучал Но вы не услышите Евгений Точно назвал руку Нашего киберспортсмена Отобравшись через сателлит Пульт был прям такой Блюфовый Был калиров В покере кстати Очень много людей С киберспорта Ну во первых Также в интернете Нужно мышкой кликать Быстро следить за всем Происходящим Во вторых Быстрое мышление Принятие решений Помогает Я тоже хочу Кол Рано вылетать не охота А рейзы уже какие-то большие Большие нормальные Подождите Кол Паша Занозин Паша Черемисин Вот мне тоже рассказывали О том насколько резко И интересно играет Александр Шмурнов Ну и первая Раздача уже в аналы Войдет конечно же Здесь у него легитимная рука Чек Чек Пять Бет пять Ну и хорошая Плотная ставка продолжения Четыре соперника в банке Если кто-то зацепился То продолжит Хоть там нет флэш-дро Но могут дамы валет заплатить Тузы слабее Может быть король какой-то заплатит Вообще стоит быть аккуратненько И эти пять Потому что по-хорошему Это там пять сотен Может быть Особенно в Америке Они прям очень Прикапываются Пятысячнице Да Ну она еще и Как бы конкретно Ну да Тут никто не будет Прикапываться Но в казино Где на деньги будут играть Там прям Моментально Прикапываются С покерами вообще давно знакомы? Ну слышал Эти пять букв когда-то Да Был дело Так чтобы я играл регулярно Я не скажу Я в турнирах не участвую Серьезно У нас просто есть своя Большая компания В которой мы Играем У нас есть как бы Комната на покер старс И Ну или вообще Комната в В игре И Офлайн мы встречаемся Особенно в ковид Мы получили такое удовольствие Мы вот тот апрель Когда все сели Мы собственно Эту комнату завели для себя И у нас было по несколько турниров в день Потому что люди просто не знали Что делать Все сели на Карантин Кто-то заболел Кто-то нет У кого-то родственники И вот тот апрель 20-го года Покер буквально спасал Потому что Мы еще включали зум Садились каждый за свой компьютер Ну и как бы В 30-40 точках играли Ну а потом Так потихонечку Встречаемся Играем в удовольствие Плюс Выпиваем Я не могу не спросить Про выигрыш Денежный Какой был самый большой Я не помню Слушайте Я никогда покер не Относил к разряду Хоть какого-то там Заработка И наоборот Как и с проигрышем Да Я никогда не стану Что-то проигрывать Да Серьезное Ну бывает так Что турнир какой-то Выиграешь Следующий турнир С удовольствием Играешь Потому что Ты знаешь Что эти деньги Надо потратить Не на что-то А проиграть Своим же товарищам У меня такое отношение К покеру Ну не знаю Ну 100 тысяч рублей Там какие-то были Ну это вообще Ну как для покера Для профессионалов Это не деньги То что мы разыгрываем Но мы это разыгрываем Чтобы всех держать в напряжении Просто совсем бесплатно Играть глупо На спичке Да Играть нужно так Чтобы человек мог И поволноваться Ну это мы по-дружески Дружеская игра Дружеские правила Ну вот наша дружеская игра Где мы не играем Ни на какие деньги У нас есть замечательный кубок Возможность выйти в финал Подтверждает Что покер может быть интересным И без финансовых вложений И здесь вы сами Прекрасно наблюдаете Какой азарт Какое желание И То что многие профессионалы Постоянно пишут И напоминают Что с удовольствием придут Поучаствовать в съемках Подтверждает Что Покер может быть прекрасен Сам по себе Хотя разумеется Какая-то финансово Ставляющаяся Если ты этим занимаешься На постоянной основе Добавляет Интерес к игре Ну и значимости Пас 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 Мы так же с вами Прекрасно видим Что у Евгения Попунаишвили Хорошие размеры ставок Понятный выбор рук И я думаю Он здесь будет делать Ставку продолжения Ну не только в шоу Он участвовал много лет назад О чем мы вспоминали Видели на телевизоре И вообще Кто вдруг не знает Евгений Один из самых известных Наших танцоров И проект Танцы со звездами И ряд других Интересных Событий За его плечами Но в покер Он тоже любит поиграть В интернете Нередко принимает участие В турнирах И делает это С большим удовольствием Так что не исключаю Что Федор Немножко ошибся Посчитав Что только Иван Может ему Доставить проблемы Ну что Ставка продолжения Ян здесь заплатила На терне Оба купили семерку Евгений там поставил На ривере не нашел С чего еще добирать Чек-чек Ну я на то же совпадение Паре семерок Молодец Так ну что Расскажи Какую у тебя Сегодня настроенную игру Настроенную игру Однозначной Выиграть Конечно Выиграть Получить кубок Или я не знаю Что там И попасть в суперфинал С соперниками Сегодняшними знаком Да С некоторыми знаком Но Просто знаком Не знаю Какой у них Уровень игры Вот Я думаю Что все покажет Игра Посмотрим Я знаю Что ты 10 лет назад Уже играл И даже Михаил Семин Тебе уже комментировал Он мне сказал То есть у тебя Путь такой покера Получается большой Сколько ты вообще Покером увлекаешься Слушай Ну уже больше 10 лет Точно Лет 12-13 Мне очень нравится Эта игра И этот вид спорта Мне прям нравится И это правда Был невероятный опыт Лет наверное 10 назад Тогда пригласили Тогда был вот Как раз Телевизионный Турнир И Огромное количество Профессионалов И пригласили Несколько вот так Вот артистов Наверное Ну Как-то разнообразить Игру Вот И Совершенно никто Не ожидал То есть у меня Прям пошло Это был турнир Такой хедзап Я выиграл Я выиграл раз Выиграл два И все это было С профессионалами Прям Выиграл там Третью игру Четвертую Как-то все Прям немножко Так напряглись И В итоге У меня так Вообще пошло И я дошел До финала В финале Причем в финале Так очень хорошо Опережал И Совершил несколько ошибок И в итоге Проиграл Ну Это конечно Был невероятный день Просто класс Сколько денег Ты смог забрать С покера Слушай Ну Я участвовал В нескольких турнирах И Так вот Ну Похвастаюсь Было несколько Финальных столов Участвовал В одном Турнире Такой достаточно Серьезный турнир Несколько Там тысяч Участников Было И Занял второе место Вот Поэтому Очень Интересный Такой путь Но у меня Свой путь Без фанатизма Так В удовольствие Когда есть Свободное время Когда есть настроение Я тебе желаю Тогда удачи Хорошей игры Спасибо Ну Евгений Немножко скромничает Да Не стал называть цифры Пятизначных Побед у него Хватает Скажем так В интернете Нельзя его Разумеется Назвать регуляром Однако Еще раз отметим Что Феде Он бой даст И кстати По-моему Это чуть ли не Первый раз В истории Когда в интервью Один из участников Говорит Что цель у него Обязательно победить Забрать кубок Все Рассказывают Что Хотят хорошо провести время Пообщаться Посидеть Получить удовольствие Дилеру говорил Лучше сдавать В ту сторону Но Такой чемпионский характер У Евгения Не случайно он болеет За лучший футбольный клуб В России В этом плане интересно Что Александр Шмурдов Является Ярким Открытым Поклонником Спартака Но Сейчас К этому Спокойнее Относится Когда еще Я комментировал Считалось Что Журналист Обязательно Должен быть Беспристрастным Иначе Как он может Независимо Что-то Рассказывать А Федя Трунцев Тоже Большой фанат Спартака Ну а Мы Примажем К славе Евгения Попунаешвеля Болеем за ЦСКА И может быть На этой почве Тоже что-то За столом Произойдет А здесь Открылся Евгений У него Старшая пара У Яна На этом флопе Гадшот У Кати Тоже Гадшот Чет Чет Пару таких Раздач И все Можно домой Ехать Да я Первый Уже Планировал Мне очень Нравится Сегодня По размерам Ставок Ну то есть Может не все Идеальные Но 5000 Хороший Грамотный Выбор Сайзов И здесь Полбанка Продолжает На терне Евгений Считаю Что у него По-прежнему Может быть Лучшая рука У соперников Может быть Десятка хуже Плюс Какое-то Дро Молодец Катя Да Она поймала Здесь совпадение Но поняла Уже Что не очень Это совпадение Точно годится А стрит Если она Соберет Или две пары Могут быть Мертвыми Хорошая Дисциплина Ну Яна Двусторонка На терне Не только Валетную Семерку Ему теперь Стрит Могли бы дать Можете Отвернуться Бат Десять тысяч Еще раз Полбанка На ривере Чтобы заплатили Валет Десять Может быть Какие-то Валет Девять Дамы Девять Очередная Победа Евгения Ну и вот У нас Два лидера Обозначились Федор И Евгений Так непривычно Что за покером Салон только один Я фишки шафлю Обычно Это такой прям Звон На три километра Вокруг А я пытался Научиться И не научился Это делать Ну там нужно Просто сесть Взять фишки Сидеть часа два Брать сначала Четыре фишки Потом шесть Потом восемь А в смысле Чтобы пальцы Мои за одной Другой Да, да То есть Взять там Две фишки И вот Как бы Они так Внутрь проходят Но там Может чуть Побольше фишек Проще Как вмешаются Машла Моё слово Да То есть там логика Что Один палец Они Типа Вот так вот Их сдвигаете Сильно Друг на друга А другим пальцем Посыпляете И они как бы Внутрь проходят Логика Понятно Это просто Пенсионоваться Надо Ну а тем временем У нас столкновение Двух чип-лидеров Фёдор Изолировал Лимб Яна Вот буду тоже Использовать Терминологию Покер Ну Александр Кстати Её активно Уже Продвигал Здесь за столом Ставка продолжения Логична Но у Евгения Гадшот Он заплатит Валет Удаёт стрит Ну Ольга Понял Никогда Ты не приходил В голову Заминаться Ну а делать Нечего Когда вот сидишь Фишки есть Не ну сейчас У нас мультфильм Самое интересное Он вообще не отрывается Чек 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 Поймал Фёдор Совпадение Поэтому он бьёт По-прежнему Какие-то там дро Но не выбивает Короля Не выбивает девятку Спокойно берёт Чек Behind Ну а К риверу Евгений Собрал Натс И будет Выбирать Размер ставки А вы меня потратите А ой Нельзя трогать А это типа чётки Заменяют Что-то типа 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 Ставка Ставка 2 Между кем Делать ставку Продолжение Тем более С нашей рукой Если у нас были бы Киндам и валет Мы могли сыграть Чек У нас есть Неплохой эк Ведь у руки Есть что предъявить Ну а здесь Крупную ставку Делает Евгений Он хочет выбить руки Типа Каких-нибудь там 8-7 Одномастных Бубновые Например Может он здесь выбить Руку Там 10-8 Даже те же Вряд ли они пойдут Гадшот Но если без пики Возможно Стритфлэш Ну на тернии Закрылся флэш Яну Да и рояль Пока еще нет Ну как Если король валет Есть Десяточка Нужна еще Стритфлэш уже готов Да Увы да Я бы здесь останавливался На месте Евгения Но он Ставит еще раз Плотно Надеюсь Выбить наверное Руку типа Король дама Без пики Может быть иногда Туза Без пики Ну то есть он планирует Заставить Яну Уйти С Тузом Или дамой С которыми он платил На флопе Чек Чек Ну Яна рука Чуть посильнее Да 10 тысяч Хорошо что не стал Даблефовывать Ривер На тернии все стало Понятно Опять не посмотрим Что за люди Только в записи Зато с просмотром Ютубе будет Как и Ю Плюс один точно Да А как он прибавил Три Три Хану 132 Не ну с хорошей рукой тоже Пусть Я нормально подскакиваю От радости Да Но есть разница Что с хорошей рукой Где-то через минуту-две Успокаиваешься Потому что понимаешь Что уже выиграл И сидишь уже Все на слабоне А с плохой рукой Подолжается 138 Понятно Ты вообще с покером Как давно знаком Знаком со студенчества Но я такой Любитель Периодами Бывает Бывает Месяцами могу не играть Потом как-то складывается Компания Играю Какое-то время Потом Потом опять Так что Я просто Любитель На деньги играл Когда-нибудь Самый большой выигрыш какой у тебя был? 5000 долларов. Слава богу, что я 5000 рублей. 300, пожалуйста. То есть я первый, да? Да. То есть Федор бы вскрыл этот блеф? Я смотря с чем, как бы. Ас, ас. Там можно блеф не обыграть, как бы иногда. Раз. Да, да, да. Раз. Ну да, он подозревал у соперника отсутствие сильной руки. Но поскольку об этом он мог только догадываться. От своей слабой руки я знал. Точно? Это да. Так иногда бывает обидно, что ты видишь, что человек блефует. Играешь кол. И человек стучит по столу, говоря, что молодец, хороший кол. Но... Это слабенький. Оказывается, что... А что эта карта будет? 9-4 всегда будет. Его блеф сильнее твоей руки. Часик где-то вот. Нет, ну только пара есть уже. И выигравшая куча денег. А у меня и тогда ничего не было. Даже тогда. Я просто поставил, потому что вы слабость показали. 400 кол. Что там? Ну поставил 1600. Посмотрел. Пришло три червы. Ну червы у меня есть. Я проверил. Вы за что-то держитесь. Вы за что-то держитесь. Не думаю. Надо выбивать. Все по делу. Оказался сэт. Ну елки-попки. Например, Артур Муртиросян, один из участников нашей программы Вечерний покер, недавно описывал раздачу на Кипре в турнире крупном. Он три улицы поставил большие ставки. Иолы на ривере. Доска была. Туз, дама, что-то, что-то, что-то там. И с королем валетом, ну то есть не имея ничего, Артур блефовал. И вот его соперник долго думал. Две минуты сыграл кол. Мне еще повезло, что он эту даму вытащил. Я очень надеялся, что теперь уж у него одеваться некуда, что он выкинул. И Артур там перевернул король валет. То есть комбинацию король хай. Ну встал со стола, чтобы пожать всем руки. А его оппонент в чем возрасте посидел такой. Говорит, да нет, твоя рука годится. Я видел, что ты блефуешь, но ты меня бьешь. И показал король десять. То есть у обоих всего лишь комбинация была король хай. Но на доске туз, дама, что-то, что-то, что-то. Король валет Артура выиграли с комбинацией король валет хай. И вот так. Соперник прочел по каким-то тэлсам, что Артур блефует, но не побил блеф. Восемь тысяч фишек. Спасибо. Это очень приятно, да, когда тузы приходят? Если оплачивают, да. Если проигрываешь, нет. Или если просто тузы собирают блайнды или вот такие мелочи. Ну, один был. Понятно. А второй был король. Как? Не вижу, только свои. Почти. Чуть-чуть пониже. Катя, главное с пульсом все хорошо. Да ну ладно, подожди, сейчас рванет. Так, 600. Да? Это же не хорошо, это уже перебор. Нормально, нормально. У нас прям самый большой пульс. Ну, Екатерина, да, пульс достаточно высок, она волнуется. Поблагодарим Катю. Отметим, что она покером увлеклась некоторое время назад и вот стала посещать школу покера. И сомневалась, стоит ли ей приходить, готова ли она морально и технически. Но мы видели уже от нее один блеф с 10-6. Может быть и на самой подходящей доске, но это сразу прошло. Посмотрим, кстати, из-за его раздачи сейчас. Тем более, что рука у нее впервые настолько хорошая. Открывается она тройным рейзом. Смотрите, Федор играет колл с малооблайна, но из-за того, что в раздаче против двух любителей. В целом, если бы эту руку Федор играл в профессиональном составе, то он бы выбирал между пасом и ререйзом большим. Ну, здесь окей, можно и подоставить. Так, в старшую пару Александр попадает. У него лучшая рука. Грамотно доставил на ББ. Федор играет чек с первой позиции. Ну, после флопа. И мне нравится эта ставка от Александра, потому что, да, все могут прочекать. И там три оппонента шестью картами окажутся. Там есть оверкарты. Он защищает equity в своей руке. Катя не сдалась. У нее две карты старшей десятки плюс пиковый король. Чек. Чек. И банк ставит Екатерина. У нее блокер на стрит. В принципе, она изображает, что у нее и короли и дамы. Да, она до флопа играла рейс. И сдается Александр. Блестящая игра со стороны Екатерины. А она еще сомневалась. Спасибо, ребятки. Что же нам карты не показали? А я играю в вашу игру, между прочим. Если бы мы собрались здесь с девчонками, а мы бы здесь не собрались. Шучу. В следующий раз покажу обещание. Расскажи, какое у тебя настроение на сегодняшнюю игру? Позитивный. Хочется поиграть, познакомиться с новыми людьми. И увидеть... Какие-то хорошие комбинации хочется увидеть. Я знаю, что ты играешь в покер, играла дома. Какой был твой самый большой выигрыш? Около 40 тысяч рублей. А самый большой проигрыш? В покере. Две тысячи долларов. Ой, смотри, прям не этот. Слушай, скажи, вот ты как актриса, тебе где легче или где наоборот тяжелее играть актрису на сцене или играть покерфейс за столом? То есть это же тоже определенная игра за столом происходит. Тебе что проще, что тяжелее? Я на сцене не играю. А как тогда? Я в театре не работаю. Ну, в кино, хорошо. Ну, это разные вещи. Там ты знаешь текст, ты разобрал все с режиссером. А покер? Все-таки это такая игра. Не знаю, что от нее ожидать. Здесь нужно очень много блефовать, пытаться врать в лицо. Да. Ты будешь сегодня использовать какие-то актерские такие примочки? Посмотрим, посмотрим. Не могу сейчас пока сказать. Ну, а мы уже можем сказать. Два банка выиграла Екатерина и оба выиграла блефом не имея ничего. Ну, сейчас у нее там были оверкарты и гадшот. Они играют с открытыми картами всегда? Всегда. Девчонки играют загадочно. Я обычно более адресивные, мне кажется. Мое слово, да? Пас. 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 Раз две тысячи. Пас. 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 ну здесь уже в позиции короля валет и федор зарейзил один на один я думаю будет по упрощенной стратегии играть ларем отставки продолжения от любителей мы ждем меньше чек рейзов меньше опасаемся что они будут протягивать какие-то хорошие так называемые бэкдоры ну а я просто сразу защищает свою руку федор понимает что теперь не годится но она так не годилась это была блефовая ставка продолжения слушаю у меня невероятно был опыт в лас-вегасе я так было интересно попробовать ну там прям за настоящим столом это же живую я сел прям некоторые я их сейчас сколько у меня я не помню фамилии но я точно их тогда видел по телевизору от когда смотрел обзор обзоры там михаил сёмин илья городецкий вот эти вели вот эти чемпионаты вот они сидели сейчас полторы вот значит я помню где-то 300 долларов вот они ну это их прям работа настолько профессионалы настолько выдержанная вот ну около 20 часов 20 часов сидели время 20 часов я с этих 300 долларов там сколько-то тысяч у меня уже было фишер и вот понимаешь их профессионализм в чем сколько часов они могут сидеть вообще спокойно и в один момент когда знаешь когда ну вот когда вот наступает момент когда вот такая агрессивная прям идет и прям буквально за пять минут мне обидно было то есть сколько там почти 20 часов я там вот это прям непрерывной игры фишки 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 и буквально за две раздачи а он ничего не отказывается они прям спокойно в америке буквально мне хватило 7 минут чтобы меня не было за столом классная атмосфера потрясающая как здесь можно просто раздачи выигрывать пока удача штука такая переменчивая техасский простите сколько примеров когда ты подсматриваешь сразу получают то что смотрю на тебя на твою реакцию дайте карту посмотреть я там невозможно увидеть про всех участников я что-то рассказал но кроме ивана сказал что он киберспортсмен но ивана пока карты не раздают были туз король но в две пары попал и нет ситуации однако надеюсь что ему повезет где-то все-таки выиграть банк им это традиционно видимо его вступительное слово ну а александр понимает что федор здесь выходит может быть за диапазон и много рук разыгрывает и поэтому не хочется отпускать и сейчас александр иванович может за это быть наказанным потому что оба попали в старшую пару здесь конечно на флопе надо платить ставку продолжения широкий будет как говорят покеристы канбету ларема много что сюда поставить против любителей мне кажется у меня пульс поднимается просто от того то что я читаю свои но федор здесь по сути играет блокбет потому что там ставит треть добирается тузов хуже может быть какие там 87 пиковые 8 10 пиковые заплатят но при этом не дает там поставить больше оппоненту я думаю еще один блокбет мы увидим сейчас да опять же 25 процентов банка то есть задача такая что если оппонента туз младше мы доберем а если у меня туз 10 туз 9 туз валет мы проиграем меньше надеялся и верил ты знал я что с этим тузом не надо играть не фартовый низкий видимо просто низкий туз обидно обидно да иван что-то притих я сижу я просто думаю вот как польза ехать просто перед людьми которые отбирались вместе со мной что я так плохо играю да ладно какой позор мне кажется качество игры то последнее что здесь важно вот молчать сидеть это да плохо играть это всем умеем просто михаил же комментирует это куда вообще в шоке от некоторых а как а как ты всех обыграл тогда там удача слабоумие от вами место занял там два поехали головой победитель ей головой финалисты едет например пока ивану абсолютно не за что стыдиться у него были туз король одномастный который он разыграл так как должен был ну а после этого ничего не сдавались чем можно было бы участвовать в раздачах просто говорят что за пять часов там турнир идет я смотрю что фишки так быстро исчезают у всех так туда-сюда такие банки пока только у меня исчезает фишки все вот туда переходят все вот они исчезли за полтора часа можно вылететь всем так только кажется ну да нет конечно ты успокаиваешь александр конечно вам кажется у вас не так мало фишек нормально фишка у меня нормально нормально вечером мальчик комментирует нужно отдохнуть конечно не никуда я не поеду сейчас это само из переговорной по зуму придет чем-то вас не отвлекаем да не сильно ну уточняет екатерина не мешает ли она участникам раздачи евгений на терне усилился уже до трипса ну ян скрыл силу своей руки до флопа на флопе у него две карты старше дамы и десятка даст ему стрит небольшая ставка на терне опять же он платит может быть иногда старше может быть там король 10 ой-ой-ой какой отравленный ривер для я на а что случилось фишку катил с другом ничего страшно на тех пор походили возвращает фишку все нормально потом уже тогда есть вопрос вообще вас ничем не испугаешь вполне возможно покажут если будет чек-чек бэд и кол переживаю а сколько у нас там уже сейчас раз два три четыре примерно таком 17 даже чуть больше страшно 15 500 16 100 евгений говорит что переживает при пульсе 102 екатерина сейчас можно мне дать счете прожить подожди еще какой-то бесстрашный просто все еще посижу немножко интересный спич от евгения что ему страшно 810 113 но евгений дает все эти обратные тэлсы которые любители дают напугать он бесстрашно вообще ничего не боится но после такого спич я бы кидал на месте я но но мне кажется я опты опты гораздо больше большую ставку и карты я правда вижу ничего и не было у него я потом посмотрю я испугался на это вот и левель называется когда пытаются внушить человеку что-то что он подумал что я подумал федор как профессионал тоже все сразу видео разложил работает на нет запомнишь как я подумал да интересно федор бы выбросил легко здесь даже такую сильную руку после этого спича жени наконец-то экшен прошу никакой еще пока же вообще король закрыл против балета это было игра спасибо хорошо сейчас подождите подождите не просто заболтаем чего какой какой плохой знак а какие есть покерри приметы какие-то суверские штучки на катились надо сесть на них поспать но если вы профессионал то никаких а если не очень если не очень-то миллион до любая любая сойдет просто ну профессиональный покерист они за рациональность иррациональность очень плохо выживает 400 800 да слушала профессиональный покеристы за рациональность рациональность очень плохо выживается с приметами поэтому если вот профессиональный покериста в идеале у вас вот все суеверия все иррациональные моменты должны отброшены, строго математика. Ну да, некоторые люди говорят, мне нравится король Треф. И что? Так нельзя. Надо вот с холодным разом ходить. 1800, да? 1800. Почему? А, 1800. Федор, если кто не знает, еще является и главой одной из крупнейших наших конюшень, команд. Ну, в покере люди, которые играют от спонсоров, получают обучение, находятся внутри большого коллектива, называются лошадками. Отсюда и конюшня. Ну, хорс, бейкинг, вот такие термины из английского. Ну, а тут как соседи, тут уже начинается. Ну да. Не, ну так обычно и бывает, соседи больше всего играют. И, разумеется, Федор, будучи главой такого большого проекта, не готов верить в приметы, не готов игрокам своим позволять сильно заниматься эзотерикой в покере. Чек. 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 Я второй нацепен. Чек. Ну, ну, ну. Чек. Ну, нормальные люди, простые, типа вот нас с Романом Емельяновым, приметам уделяют огромное внимание. О наших результатах говорить не будем. Да, две тысячи. Но мы не профессионалы. Так все деньги кончатся. Евгений блефует. У него семерка добавила еще аутов на девятку в качестве стрита, но блефует с лучшей рукой. Иван, пульс 49, понятно. Молодец, Александр. Хороший дисциплинированный пас. Спасибо, что живой. Как так? Это во столько раз у меня... Я вот думаю, с вами что-то не так. Одно другому не мешает. Смешно. Да, на такой доске стускай выиграть неожиданно. Один раз я проверил просто. Потом уже не стал рисковать. Я был уверен, что что-то есть. Второй разошел сейчас, потому что там очки... Ну, тоже почти доставка. Смотри. Что случилось? Лучше всех тут. Большой блайнд отбирают. У нас на что-то страшно. Что-то произошло. Так, надо сюда, на полосочки. А, вот это че полосочки? Это они действуют. Де действующие полосочки. Так. Ну, стол просто поделит человек, а на шесть. 1800. 1800. Ой, извините, пожалуйста. Извините, ради бога. Вот так, да? Ну, главное, озвучить правильный. Слова важнее фишек. Ну, очередность действия важнее. На всякий случай, если кто-то еще ни разу не играл, поэт тот же Сочи. Первое действие, если, например, сначала сделали ставку, а потом через секунду сказали... Сразу видно. Теперь 500. Сразу видно молодой. Нужно, чтобы раздавали в конце, а не в начале. Турнир в начале выиграть нельзя, а проиграть можно. Пас. Ну, то есть, например, вы бросили 2500, а потом, ой, 1500. Вам не защитают. Но если вы сначала сказали «Рейс» 1500, а бросили 2500, вам защитают. То есть очередность действия имеет значение. Сейчас, да, в перерыве. Как раз там обещали... Общая ставка, да? Ну, моя ставка, да. Пять-пять. Ну, Александр продолжает агрессивно действовать. Неплохой сквиз. Агрессивно. Так играть не на что уже. Хоть что-то я могу выиграть. Хорошо, хоть не Алл-Ин. Всему свое время. Мое самое любимое время. Время Алл-Ин. Да. На G-G-Poker Rock мое самое нелюбимое время. Особенно, когда последняя карта сто лет открывается. Да. И всегда открывается та, которая тебе не нужна. Больше меня на G-G только вот Ром может проиграл. А что там? Чем он отличается? Ну, особо ничем. Просто это такой мем, что вот на G-G-Poker Rock очень смешно вот в Аллынаху всех. Я там 1150 проиграл. Рейс 1600, пас. Пас. Пять с половиной. Рейс 5-5. Да, Федор меня опередил по количеству проигрышей на G-G. Но до Романа ему далеко. Увы. Не в том плане, что хотелось бы, чтобы Федор побольше проиграл. А все же Роман Санычу удачи побольше, дабы ему удалось, ну, если не в плюс выйти, то, по крайней мере, сократить. Но Роман играет там в самых сложных составах. И, тем не менее, в прошлом году семь или восемь раз он был на финальном столе. Трансляцию, вы можете видеть, повторником в битве со звездами мирового покера с элитой. Ну, а тем временем у нас три очень сильные руки. Екатерина, наверное, лишний кол сделал с малого блайда, но лучшая комбинация на флопе именно у нее. Александру с его рукой, пожалуй, не нужно было делать ставку продолжения. Все-таки у него вторая пара и защищен неплохо у него здесь диапазон. Вряд ли здесь будут блефовать соперники. Вот. Но, похоже, эта ставка вводит в определенное замешательство Екатерину. Конечно, она не может здесь выбросить, однако играл сквиз Александр, делает уверенную ставку продолжения. У него могут быть два туза, могут быть два короля, а на их блоке это может быть туз король. Поговорите о чем-нибудь, И, короче, это... Может быть, две дамы. Ты проголодался на нервную почву есть хочу. Там на переживание. Но среди блефовых рук есть туз-10, туз-валет. Хотел на футбол сходить. Король-валет могут делать ставку продолжения. А я вакцинирован спутником в Мексике. Нельзя. Нельзя? Нельзя. Куар-коды не дают, только если в России вакцинирован. Бред какой-то. Вот я согласен. Я вот на Спартак и Динамо и Лестер и на Зенит хотел сходить. Катя выбросил. Не хотел перебивать Федора, но пас очень неожиданный. Погода не был. Вот как раз чемпионство пропустил, все дела. А за кого ты болеешь? За Спартак. У меня даже подскажечка есть такая вот. Ага. Все здесь. Ну ладно. Ну, красный робик вырез у нас цензурой. А вы за СССК, видимо, судя по вопросу? Да, мы же договорились на ты вроде, Или на выбоем? Можно на ты, да? Давай, я прям. Я, да, за СССК, но совершенно удивительно, вообще было очень смешно несколько раз. Мы просто очень дружили, когда работал в Москве Масима Каррера. С ним прям очень тепло общались. С ним и Сальваторе Бакетти. Звучит круто. Ну, это было просто очень смешно, потому что за ужином звучит круто, но это неправильно. Ну, я тоже че. Короче, за ужином, они знали, что я болею за СССК, но это, конечно, невероятно трогательно, потому что главный тренер Спартака, основной защитник Спартаковский, а я все топил там, такой, СССК, и такие, ну, может быть, ну, хоть чуть-чуть начнешь теперь за нас болеть? Да. Ого. Ну, страшный кол этот с королем. Я молодец. Я молодец. Что было? Что было? Король болеет. Поставил падение. Король лев. Король лев. А что у тебя было? Король лев. Король лев. Ну, что ты, что ты поставишь? А у меня король лев. Это классно. Если король лев. Обычно думать пас. Ответ. Можно поставить и нарезать его образ. Удивившись. Обычно, да. У меня маневр. Я молодец. Тренер будет доволен. У меня 400. Я там оставил себе 30 тысяч. У меня 400. Леонид Хомич, тренер Екатерины. Плохо? Ну, плохо, конечно, Катя. Лучше руку ты выбросила. 8200 было? Да. Король 2, я ушла. Да, да, да. Это плохо я сделала? Это хорошо. Правильно, да. Хорошо. Идеально. Я же умница. Я же умница. Безошибочно. Вообще. Ну, не надо было, вы говорите, заходить. До флопа не надо было. Какой король 2? Король балет. Король лев у нас. Еее. Король лев. А вот на флопе не надо было выбрасывать лучшую руку. Король балет. Они типа по действиям до нас. Я-то поставил 5500. Ну, пас просто. Туздама. Туздама. 5500, то король балет, это пас просто. Да, ментальный. Там король дама пас. А если король вышел, так держаться, его надо защищать. Там туздама пас. Но Федя про префлоп рассуждает. У меня туздама одномастная есть. А, туздама. Туздама одномастная. Да, все, понятно. У меня поставил пас. Все ясненько. В копилку положила. Можно было влететь. А Катя так пока не понимает, что лучше руку выбросила. Король лев. Король лев. Может быть, еще король лир. Король лир. А у тебя что? Король лир. Ну, ладно. А чем история про ЦСКА закончилась? Она еще не закончилась. Мы очень тепло общались. Это правда, ну... Это неправда, как мы помнили. Это неправда, да. А однажды был, день рождения был у Сальватора. А там вообще полкоманды было. Полкоманды, половина не пришла, да? Половина никто из Катя. Нет, ну, там, кого пригласил, я уже в какой-то момент... Верой с пять. Кто сделал? Королев. Король лев. Львица. Спасибо. Пас. Слушайте, я тебе помогаю закончить твою неправдивую историю. Уже заврался, понимаешь? Пас. Ты, чтобы не забывать, верь, во что... Верь, во что ты веришь. В Львов. Так. Ни у кого нет здесь пики. Катя 3-бет сыграла до флопа. Бет 15. И ставит банк. Ну, кстати, не так плохо. Сюда, может, было поменьше поставить, но мне нравится крупный выбор. Ну, может, был тысяч 10, а не 15. Еще раз обратите внимание, 3, особенно классная раздача с королем-дамой. Здесь хорош сайс. И какое-то затмение в прошлой раздаче на Кате нашло. Записи все покажет. Что? Ну, все посмотрим. А, я обещала показать. Ну, ладно, ребята, дождитесь трансляции. Ой, все, у меня стресс, надо перерыв. А он сейчас будет через... Слушай, а как, ну, как профессионалы, вот иногда... Большой блендер. Показывают, например, блеф. Там, блефуют, блефуют, и в конце прям на, типа, я блефовал. Это, типа, психологическое, да, такое воздействие? Может быть, просто для шоу. Раз вы это увидели, значит, иллюзионная была игра. Значит, может быть, для шоу. Или просто вывести из себя оппонента, потому что он следит, переживает, правильно все сделал, и тут ему в лицо кидают, и он такой... Ненавижу. Еще и на игра, может быть, работа на имидж. Человек показал пару раз блеф для того, чтобы потом ему оплатили сильную комбинацию. Как называлась эта рыба? Ничем я и не стал болеть за Спартак. Все равно. Потому что я болею за ЦСКА. И все, точка. Печальная история, конечно. Отскочили они, конечно, динамо в целом. По ИКЖ выиграли. По ИКЖ выиграли, причем с запасом. Что это значит? Ну, количество созданных моментов. Когда, условно говоря, вы создаете 8 моментов одного типа, и 10 моментов одного типа создано, из них забито 3 гола. Вам такой момент зачисляется, как 0-3. В моем? А то, что из конца не забил третий динамо. Не, не в этом дело. Суммарно по матчу считается, сколько у вас создано моментов. Причем не только прям как единица, а вот этих 0-9, там, ну, больше единицы не можешь сказать, единица это гол. И вот ты в итоге набираешь, причем не все голы еще единицы. 2-500. Потому что ты можешь вообще момент не создать, бьешь мимо ворот, там рикошет залетел. Момент был 0-4, а тебе гол получился. Но вопрос, по чем? 2-500. 2-500 много. И в итоге, вот, ну, любая игра, я в перерыве покажу, очень красиво сейчас рисует их жизнь. Просто понятно, как игра шла. А вы где смотрите? На Андерсати? На Софи. Покажи, не слышно. Слушайте, а я еще фанат абсолютно, у меня вот ССК, я абсолютный фанат Милана. Причем я прям летал на матче. То, что я не могу, я за Интер несколько раз ходил на стадион, а я там вообще вижу, собираюсь. А вы за кого за Интер? За Интер, который с нами на стадион ходил. Я тоже прям, ну, я летал на Ювентус. Да, я летал на Милан на матч. В Турино на это Ювентус стадион, выходишь, а я прям подгадываю, у меня майка Каха Каладзе еще с тех времен. Выходил шарф, майка будет такой, а там, ну, сзади по спине мне поворачиваюсь, там, типа, десятилетний парень какой-то там, мава фанкула такой мне, типа, ты что здесь? Ну, да, знаете, там жесткие болельщики вообще. Да, я знаю. Не, ну, там есть разные. Ну, это еще, ну, как бы, в принципе, я так рисковал, но там хорошо такая, более-менее, вибра центральная. А на каком на Ювентусе? В каком году и на каком? Милан на Ювентусе? Ну, три года назад там Милан-то вообще никакого. Ну, да. Я еще с тех времен, когда все эти, Костокурта, Байрези, Мальдинь, Альбертини. А я Каха подвез в город, я помню. Приехал, Шевченко убежал, я приехал специально к нему, мне неудобно было Каладзе сказать, что он меня, ну, как бы, не очень интересует. И вдруг он идет, ну, я говорю Каха, ну, давай пообщаемся, интервью туда-сюда. Форца Интер, да? Нет, ну, я же никак болельщик, как же знались тогда. Каха, привет. Вот, нет. Я ему говорю, слушай, Шевченко сбежал. Он говорит, давай догоним. А он там на машине на своей. Ну, мы поехали, он там ездит 200 по этому шоссе. 800, да, он еще, да? Нет, 800 не ездит. Последняя раздача. Но у нас, наконец, Иван выиграл первую раздачу, есть возможность познакомиться с ним чуть ближе. Ну что, ты человек, который отобрался из народа. Вообще, чем ты занимаешься в обычной жизни, помимо покера? Я киберспортсмен. Киберспортсмен? Да, ну, конечно, не такой, как вот сейчас по Доте выиграли нашу Интернешнл, но я играю в НХЛ, в киберхоккей. На приставке у меня есть контракт с хоккейным клубом Акбарс. Как давно ты вообще с покером знаком? Знаком уже лет 8, но серьезно не играю так. То есть, вот я даже попал сюда через отбор, просто случайно зашел на G-покерок и открыл турнир. Доехал до второго места. И видишь, как я оказался тут сразу. Это отлично. Ты на деньги когда-нибудь играл? Да, конечно. Я ездил на серии в Сочи, я ездил на Алтай, в Беларусь ездил, но как... Поэтому, конечно, играл. И сколько выигрывал? Мой самый большой триумф это вот я летом в Сочи выиграл 4 билета на хайроллеров. Именно просто в одном турнире там же фишки надо набить, и вот 4 билета получил. Это что-то в районе 550 тысяч рублей где-то так. Ну, слушай, это даже очень неплохо. Все равно, слушай, деньги, ну, как бы, слушай. Да, еще круто в НХЛ играть за Акбарс, ну, я шучу, но контракт с Акбарсом, то есть у нас еще один профессиональный спортсмен. Вот так совпало, и видите, как я в тему вспомнил, ну, не потому что, ясно, что у большинства там мужчин есть пристрастие в виде тех или иных команд, просто Евгений Памунаишвили, он очень дружит с ЦСКА, его на стадионе постоянно можно видеть, в центре поля мы Евгения наблюдали, ну, не как игрока. Вот, Александр Шмурдов один из самых известных футбольных комментаторов, ну, а Федя в спартаковской майке пришел. И в холодильник, как шайбы. Я успокоилась. О, Катенька, я давно не видел своими. А я вообще уже сплю. А Иван с картами впервые, да, за первое час? Да, Вань, что вы сейчас даете. Вань, ой, Ванька здесь. Слушайте, Ванька-то сегодня жжет, вообще не останови. Неприятный флоп. Вань, 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 не хорошо? Ну, король червова есть уже хорошо. 113. Да не, ну, флоп неприятный. У меня тоже флоп неприятный, у меня троечки были. Слушайте, если честно, пара... Да уходим на перерыв. О, все! В первый перерыв, вы все в игре. Класс. Оставляйте ваши фишки. Такое бывает. Мне нужен пакет. И пойдемте. Пакет. Пакет. Поехали на перерыв. Пакет. Это был классный час. С огромным удовольствием мы его с вами понаблюдали. Ну, а с наибольшей пользой его провели Федор и Евгений. Госпожа удача тут всегда где-то рядом. Дилер с новой колодой. Мысли приводят в порядок. Не пытайтесь критиковать мои пороки. Я игрок и по жизни мне все покер. Мне все покер. Я в плюсе. Я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале. Этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно захотит масть.